Более трёх тысяч зрителей пришли в субботу вечером в футбольный городок, организованный Прайм в центре Кишинёва, чтобы посмотреть матч четвертьфинала Евро-2020 Украина-Англия. Среди зрителей оказались и представители посольств этих государств в Молдове. Украина! 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 Украинские дипломаты пришли одеты в цвета флага своей страны. Все одним сердцем за Украину. Украина в любом случае всегда побежает. Мы боремся за свою национальную сборную. Мы пришли сюда с моими коллегами, друзьями, посмотреть на футбол, попить пиво и провести хороший вечер. Спасибо организаторам. Конечно же, мы надеемся на выигрыш нашей сборной. Посол Великобритании в Молдове Стивен Фишер с коллегами поддерживал английскую сборную. Пришли с друзьями и коллегами из посольства. Думаю, Англия победит 2-0. Посмотрим. Дипломатам очень понравилась атмосфера в фан-зоне. Атмосфера великолепная. Праздник футбола удался. Фантастика. Замечательная обстановка. Фантастика. Украина! 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 В фан-зоне болельщики обеих команд. Большинство болеют за украинцев. Я болею сегодня за Украину. Я пришел сегодня поддержать свою сборную. Соседи наши должны поддерживать ее как-никак. Матч завершился победой англичан 4-0, а до этого болельщики наблюдали за игрой «Чехия-Дания». Среди пришедших в фан-зону была группа туристов из Скандинавии. Мы из Дании, находимся в отпуске. Сегодня пришли посмотреть матч. Нам очень нравится футбол. Приехали сюда, чтобы увидеть игру Дании. Телеканал «Прайм» – один из организаторов мероприятия. Партнеры – третий и пятый каналы «Русское радио» и «Публика ФМ». Во вторник, 6 июля, в футбольном городке будут транслировать первый полуфинал Евро-2020 «Италия-Испания». На следующий день можно будет увидеть поединок «Англия-Дания». Начало в 22.00. Смотрите игры на «Прайм» с комментариями на румынском языке, а на третьем канале – на русском.